Герой программы «Семь вопросов» Ким Харганаев, шоумен, певец, ведущий. Я вообще в Бурятии живу 2005 года. Соответственно, как все молодые, амбициозные люди, приехал с Братского, Агинского, Бурятского автономного округа. Тогда он еще был, будучи выпускником, решил приехать в ЛНД, потому что почему-то он меня тянул. Он оказался такой замечательный, шикарный город. Как приехал, так и убедился. Ни разу не изменял любви к своему, нашему городу, к республике. Почему? Потому что здесь родные люди, здесь проще, здесь интереснее. Тогда, в 2005-м, конечно, не было таких наворотов, как сейчас. Но все потихоньку шло к тому, что я, наверное, все-таки решал остаться здесь. Был момент, когда где-то на год я уезжал обратно на родину, попробовал себя там, все равно тянуло обратно сюда. Потому что это вот движение, вот эта вот суета, все мое было, постоянно быть в движении. Город у нас, конечно, я бы не сказал, что это мегаполис, но все равно в нашем городе есть, где подвигаться, чем позаниматься. Есть с интересными людьми, с интересными людьми пообщаться. Есть куда расти, в общем, в этом городе. Если честно, я никогда не думал, что я буду работать на этом именно рынке. Безусловно, конечно, с детства я любил этот праздник, как, знаешь, не просто вкусно покушать, да. Где-то момент, почему-то меня тянуло. Вот там тот уголок, где сидят музыканты, где там ведущий, тамада, как называется в простонародье. Почему-то меня туда тянуло, и мне хотелось всегда петь. И когда вот родственники выходили, поздравляли, вот я от родственников постоянно пел. Ну, то есть это шаги такие были. И постепенно, ну, как студентом стал, я бы не сказал, что прямо сразу шел, где-то в кафе работал. Нет, не было такого. Я сам вообще, как бы, начал не то чтобы карьеру, а путь именно певца. Мне нравилось петь. Я мог даже в кафешке сидеть с друзьями, да, кушать позы и запеть там, любую песню. Чтоб весь, все кафе слушало, как я пою. И мне никакого стеснения не было. Людям, наоборот, почему-то нравилось. Ну, как почему-то, видимо, за что-то нравилось. Но вот и пошло-поехало, и тут где-то я у родственников спел песню. Там я познакомился с Жаргалом Ладоевым. Он, будучи сам, для меня был яркий персонаж в свадебном рынке, как ведущий, как конферансье. Такой смачный голос, он как говорил, как он меня представил, мне очень понравилось. Ким Харганаев, я люблю тебя до слез. Я выбегал, Жаргал Ладоев, я тебя тоже люблю. Вот так вот у нас общение происходило. Вот эти вот, именно, по-моему, 2009 год был, что ли. Он позвал меня. Потом где-то свадьбы, где-то в кафе, когда свободное время было. А потом меня пригласили работать в филармонию, в музыкальный театр, в студии Уракша. Там еще больше популярности потихоньку набирал, когда выходил на сцену с знаменитыми певцами, как Саяна Розина Жамбау из группы Уракшо. И тогда уже начали замечать. Я-то сильно отделялся от них. Там совсем другой был, не такой, как все, можно сказать, четыре одинаковых и пятый я такой, самый сочный. Вообще было очень интересно, конечно. Театр, студия Уракша мне очень много харизмы дала, наверное, уверенности в себе. Потому что они работали. Ну, Саяна Розина, безусловно, профессионалы. Работали, это называется, требовали конкретно. И старался выполнять, конечно. Ну, и работать в театре, это, конечно, безусловно, весь себя отдаешь. Но мне хотелось чего-то еще большего, что-то еще интересное. Ну, и помимо, когда я работал в театре, соответственно, работал на свадьбах. Не секрет никому, да. Звали, как певца. А потом уже я почувствовал, что я могу уже свободно общаться с тремя остами гостями. Можно есть с пятьюстами. Легко было. И тогда я понял, что я могу работать ведущим просто на роде Тамадана. Ну, и все. Вообще, у нас все как-то нечестно или как-то все странно получается. Смотри, у нас есть определенная система, да, вот. Неделя называется, да, с пятницы. Ой, с понедельника. Видишь, у меня уже автоматически с пятницы идет. Рабочий день у простого человека начинается с понедельника по пятницу, да. То есть это рабочие дни, а потом выходные. А у нас рабочие дни начинаются вот в пятницу до понедельника. То есть вообще, когда люди отдыхают и чувствуешь себя на этой волне, естественно, ты получаешь удовольствие. Свадьба – это, не знаю, такой источник некой энергии, которая тебя подпитывает, да. Я понимаю, это место, где очень много гулянок, веселья, чего-то там не того. Но все-таки я честно скажу, я вообще горжусь своей профессией, что именно на свадьбах работаю, потому что тебе звонят не проблему решить или какую-то определенную задачу, или быть в проблеме этой. Тебе звонят свои радости, свои счастья. Будьте на нашем празднике, пожалуйста. Мы вам заплатим. Что может быть лучше, скажи я, что может быть лучше. У нас выходные, у людей творчество выходные, именно свадебного рынка, да, людей – это будние дни. В будние дни везде все свободно. То есть, ходи куда хочешь, в парк, в парке мало людей, там, не знаю, там. Это на графический музей. Реально, вот, в будние дни, проводя время с семьей, ухаживая за детьми, за супругой, вот это, я считаю, самый главный отдых – быть рядом с семьей. Видеть, что, как дети твои растут. А для меня отдых – это не значит сидеть на пляже, пить коктейль в Таиланде где-нибудь. Это не отдых, это, я не знаю. После этого, наверное, еще устают. Мне как-то здесь хорошо. Байкал, Гусиное озеро, Щучка. Вот наше достояние, вот где нужно отдыхать. Мой самый любимый вопрос, да, самый любимый вопрос у меня, почему меня сравнивают или путают за риктор Тагачевым. Ну, во-первых, у нас энергетика и харизма, я считаю, что схожие. Ну, и, соответственно, не только энергетика и харизма, но и щуки, и там все остальное. Ну, и глаза, там, пресс, все схожие, как бы. Но, да, бывало, когда я только начинал петь, выступать, на гастроли ездить, когда я в деревню приезжал, там маленькие дети – о, на зариктор Тагачевы похожи. Ну, тогда-то мегапопулярный зарекдот Тагачев, конечно, у всех был и есть, конечно, на слуху. Ну, потихоньку, постепенно я, соответственно, уже свой имидж, свое имя нарабатывал. Я считаю, что сейчас, проходя мимо, уже говорят, кто я, уже точно знают, кто я. Зори Харганэв или Ким Тагачев, я не знаю. Самое, то, что я ценю, это юмор, это позитив жизненный. Я считаю, что постоянно быть серьезным и невозмутимым – это очень тяжело, мне кажется. Ну, каждому свое, но мне проще общаться с теми людьми, кто любит смеяться, любит улыбаться. Очень комфортно. Я ценю в людях, естественно, там, я могу сказать, как по законам, там, честность, порядочность. Ну, знаешь, честность, порядочность, она с позитивом, с юмором и приходит. То есть ты понимаешь, что человек, если открытый, он смеется, он будет с тобой честен, он не будет тебе лукавить. А когда ты видишь покерфейс, и ты же не понимаешь, что у него за спиной, что он может думать. А открытый человек, который смеется, он тебе все расскажет, все покажет и со всеми поделится. Я бы не сказал, что я много чем занимаюсь. Я еще больше хочу заниматься. То есть у меня с детства энергия, не знаю, через край вываливалась. Я в школе, у меня места не хватало в школе, я постоянно выезжал на все соревнования. Не было таких мероприятий в районном масштабе, там, где я не участвовал. Будь то олимпиада школьная, будь то спортивные какие-то соревнования, там, юмористические. Ну, все-все-все, я везде участвовал. И, видимо, с детства у меня так сформировалось отношение к жизни. Не то чтобы... Вот такой стиль жизни. Я не знаю откуда, действительно, я бывает так вот. Сегодня здесь в Улан-Дэ свадьбу отведу, на завтрашний день в Тун-Ку поеду, в Тун-Ке отведу мероприятие. И в ночь выезжаю в Читу, чтобы на завтрашний день быть в Чите, вести мероприятие. Потом обратно утром еду, чтобы 7 часов утра быть и увезти детей в школу, там, в садик. И когда в дороге еду, да, откуда это все, мысли, это, наверное, дума какая-то о родных, о близких, о том, что я нужен еще, о том, что я... У меня ответственность в первую очередь, соответственно, да, я понимаю это, очень хорошо я понимаю, что такое ответственность. И, соответственно, наверное, все-таки очень много примеров, которые заставляют тебя быть таким, ну, в общем, не слабым, быть сильным. Не только телом, но и духом. Потому что духом нужно быть сильным для того, чтобы не сдаться. А сдаться может каждый. Я вижу это каждый день на улице, вижу, соответственно, по телевизору, как люди сдаются. И понимая то, что ты не один в этой жизни находишься, что у тебя есть продолжение, тебя... Ты должен им дать возможность и самому успеть пожить. Вот это вот, я считаю, что самое интересное в жизни. Вот это вот. И, соответственно, нужно жить в гармонии в семье с женой. Да. Ну, безусловно, это выбор каждого. Кому-то навязывать свое мнение, что надо быть здесь или уезжать как-то, я считаю, неправильно. Я просто скажу свое мнение. Я патриот не только своей родины, а родина у меня Агинск. Не только патриот свою, там, где я сейчас живу, патриот, но и патриот всей страны нашей. Я считаю, что Россия – это страна возможностей. Где бы ты ни жил, где бы ты ни был, не жил, все зависит от человека. Насколько он многогранен, все зависит от тебя. Если ты человек креативный, ты везде себя найдешь. Не зря говорят братья наши, которые приезжают с другой страны, говорят, вы ходите по деньгам, по возможностям. Вы не обращаете на это внимания. Просто на жизнь нужно смотреть по другим углам. То есть там, где ты живешь, можно по другим углам смотреть и понимать, что а так еще интереснее. По-другому посмотрел, а так еще интереснее. Не надо жаловаться. Надо брать и делать просто, и все. Не надо думать, надо действовать. Все в этом и заключается моя жизнь. Я стараюсь то, что я придумал, воплощать в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok